1, 2, 3, 4, 5... Да подождите! Опять одну скрепку украли! Что надо сделать, чтобы продать авто быстро и безопасно? Второй раз уже пришли с этим вопросом. Хорошо подумали? Ладно, звучит сложно, решается просто. Для начала приведите свое авто в порядок, помойте, сделайте химчистку, когда заказов поменяйте сгоревшие лампочки, устраните стуки в подвеске. Подготовьте документы, СТС, ПТС, ОСАГО. Если в ПТС не хватает места для свободной новой записи, значит его много раз продавали. Обновите еще раз. Это платная услуга, оформить его можно на сайте госуслуг. Когда покупатель найден, можно приступать к оформлению сделки. Обе стороны должны привести оригиналы паспортов, а продавец СТС, ПТС и действующий полис ОСАГО. Сначала надо заполнить договор купли-продажи в трех экземплярах. Один остается продавцу, второй и третий покупателю. Один из экземпляров он должен передать в ГИБДД. Образец договора можно найти на любом правовом интернет-сайте. Заполнить все данные в документе можно заранее или на месте, но дату и подписи надо ставить только в момент передачи денег. Порядок оплаты можно прописать либо в самом договоре, либо в расписке. Оформить акт передачи приема автомобиля. Это нужно, чтобы обезопасить продавца. В документе прописывается отсутствие претензий покупателя к техническому и внешнему состоянию автомобиля. Помимо этого, в него стоит внести дату и время совершения сделки. Это делается, чтобы была возможность оспорить штрафы, которые новый владелец может получить после покупки и до перерегистрации машины в ГИБДД. Заполняем ПТС. Сейчас в России действуют два вида ПТС. Бумажный и электронный. В бумажном документе надо поставить рукописные подписи продавца и покупателя в специальных полях. Больше ничего заполнять не нужно. Остальные данные внесут сотрудники ГИБДД при перерегистрации автомобиля. Для того, чтобы внести изменения в электронный ПТС, необходимо зарегистрироваться на сайте электронный паспорт. Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Либо учетная запись на портале госуслуг. КСТ можно оставить у продавца или передать покупателю. Однако, если покупатель приедет в ГИБДД без этого документа, сотрудники инспекции могут усомниться в законности сделки. Поэтому бывшему собственнику стоит все же передать СТС и срочно снять автомобиль с учета, чтобы перестраховаться. Что касается номеров, то можно продавать с ними или перерегистрировать машину перед продажей. Тогда старые номера останутся на хранении в ГИБДД. После этого покупатель обязан в течение 10 дней явиться с документами в ГИБДД и оформить машину на себя. Хуй, это понятно. Все, идите продавайте машину. Следующий!